Вести Ульяновск в прямом эфире телеканала «Россия». Добрый вечер. И вот главная тема выпуска. Ремонт детского инфекционного корпуса в Заволжье заморожен. Почему и на сколько? Они выжили, чтобы рассказать, как страшна война. 80 лет назад, 8 сентября, началась блокада Ленинграда. Чтение – лучшее учение. Сегодня Международный день грамотности. Глава «Росатом» Алексей Лихачев сегодня посетил строительную площадку Международного центра исследований на базе МБИР в Димитровграде и обсудил с региональными властями развитие социальной инфраструктуры проекта. Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах станет самым мощным в научно-ядерном мире. Его достроят в 2026 году и запустят в 2027. Мы планируем, что с вводом этого нового реактора на быстрых нейтронах к нам поедет большое количество ученых из Европы, которые будут проводить здесь свои опыты. Будет производиться много других ядерных компонентов. И в целом это даст толчок, новый импульс развитию ядерной электроэнергетики в нашей стране. Проект долгосрочного развития экспериментального потенциала отечественной атомной отрасли позволит обеспечить лидерство России в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека. Предполагается, что новый реактор заменит действующую в настоящее время исследовательскую установку БОР-60 и существенно расширит имеющиеся экспериментальные возможности за счет повышения плотности потока нейтронов, качества и количества экспериментальных объемов. Подписанные сегодня соглашения о сотрудничестве между главой региона и руководителем Росатома позволят построить вокруг МВИР социальную инфраструктуру и обновить существующую. Аварийный корпус областной психиатрической больницы будет отремонтирован в перспективе строительства нового здания. А вот возведение детского инфекционного корпуса в Заволжье приостановлено. Почему? Ответ в материале Ирины Шмыговой. Больничный городок Ульяновской психиатрической больницы состоит из 15 изданий. На нижней площадке две постройки конца 19 века. Здесь и располагается главный корпус Карамзинки. В 2017 году специалисты заключили, необходимо ограничить пребывание пациентов и персонала внутри обследованных зданий. Частично пациенты из двухэтажных частей данных корпусов были выведены в связи с тем, что существовала опасность обрушения штукатурного слоя, перекрытий. Но, к сожалению, разместить и перевезти всех пациентов возможности не было. В аварийных корпусах продолжают оставаться больше сотни пациентов. Между тем, из-за подвижек фундамента здание может сползти или вовсе рухнуть. Причина движения зданий, потому что водопределение не сделано, посещение группов, где фундамент, фундамент будет 120 лет. Естественно, вымывание, естественно, оно подвижно. Выход есть. Даже два. Капитально отремонтировать здания, усилить фундамент, заменить кровлю, остановить все процессы разрушений или же возвести новые корпуса неподалеку от больничного городка. Решение вопроса продолжили искать на совещании в областном правительстве. Значит, надо в следующий год планировать один корпус, ставить ремонт, по которому мы ходили с вами дальше. А дальше будем смотреть, как эти нормы у нас были. В ходе строительного часа обсудили также возведение дворца единоборств, где смогут заниматься полторы тысячи ульяновских спортсменов. Будет возможность проведения чемпионов и бедностей в России, в Белевском федеральном округе, и это будет одна из лучших базов для проведения чемпионат-тренировочных мероприятий. Одна из наиболее острых проблем возникла при строительстве детского инфекционного корпуса на 100 коек в Заволжском районе. При забивке свай ударная волна переходит на больничный корпус поблизости, впоследствии чего отключается медицинское оборудование, в том числе кислородные аппараты у ковид-больных. Ремонтные работы заморозили. Было рассмотрено совместное решение о замене пробных флей на своем основании. По словам специалистов, это даже выгоднее. Как только эксперты одобрят принятое решение, работы возобновятся. Ранее в ходе осмотра Ленинского мемориала глава региона обнаружил некачественный ремонт кровли. Алексей Русских вновь призвал к ответу исполнителей. Сейчас примыкание качественное делаете. Да, сейчас примыкание дополнительное ставится от лоби. Всего же по плану в мемцентре должны заменить 150 квадратных метров кровли. Ирина Шмыгова и Александр Осохин. Вести. Ульяновск. Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день грамотности. Этот праздник Сингелей встречает с обновленной библиотекой, которая получила статус модельной. Таковых в регионе сегодня 20. Это предполагает расширение привычных функций учреждений. Теперь здесь можно не только взять книгу на дом или полистать ее в читальном зале, но и воспользоваться современными приспособлениями для ознакомления с оцифрованной редкой литературой или пообщаться в специальной зоне отдыха. На обновление библиотеки потратили 10 миллионов рублей из федерального бюджета и 5 из местного. Это совершенно уникальные дизайнерские решения. И каждая библиотека не похожа. Но при этом это некий такой стандарт. Во-первых, это наше воссоединение, приближение к цифровым форматам. Возможность получать книги электронно. Но и колоссальное пополнение книжного фонда. И это не единственное изменение в Сенгилее. К новому учебному году завершился очередной этап ремонта второго корпуса местной школы. По признанию местных жителей здания, которому в этом году 60, не узнать. Обновили не только фасад, но и провели масштабные внутренние работы. Речь в частности о пищеблоке, санузлах и некоторых других помещениях. На все работы потрачено 17 миллионов рублей. Уже сейчас готов у нас фасад зданий. Мы полностью отремонтировали коридоры, холлы нашей школы. И, конечно же, большие планы у нас на будущий год. Мы должны реализовать еще 13,5 миллионов. В здании Сенгилеевской школы намерены отремонтировать кабинеты, а также спортивный и актовый зал. Сегодня в России вспоминают жертв блокады Ленинграда. Два с половиной года или 900 дней кошмара. Память о самой длительной осаде в мировой истории до сих пор хранится в каждой российской семье. О свидетелях эпохи мой коллега Павел Игнатьев. Свой рассказ Тамара Павловна то и дело прерывает. Старается не плакать. Семья в полном составе сохранилась только в ее воспоминаниях. И на этой чудом уцелевшей фотографии. В середине мальчик, брата, это папа такой солидный и мама. Родных разделила страшная, незнакомая трехлетней Томми слово «война». Бьют и бьют и бьют. Гитлеры решили уничтожить земли, земли, наш города. После трехсот дней блокады папа, боец Красной Армии добивается эвакуации семьи. Жена и дети уезжают в Омск. Он остается защищать родную землю. С войны отец маленькой Томы уже не вернется. Все плакали, помню. Мы застали в лес знакомые, родные, мама. Но я думала, да почему они плачут? Да он обязательно вернется. Я знаю, я знаю. Горе словно идет по пятам. Умирает мама. Девочку ждут постоянные переезды. Позади родной Ленинград. Впереди далекие Омск, Псков и Жевск. Судьбоносная поездка оборачивается счастливой встречей с будущим мужем. Чтобы завоевать ее сердце, он готов покорять любые высоты. Идем, она говорит, ведь полезли на вышку. Я ничего не знал про него еще. Я думаю, господи, да я высоты-то боюсь. Как это? Неудобно признаваться, что я трус. Поборов страх, он взбирается на вышку. Берет за руку и не отпускает уже 60 лет. С того дня они не расстаются. Она ценит его заботу и веселый нрав. Он до сих пор влюблен в ее улыбку. Никого не было, вдвоем расписались. И вот в 61-м году мы с ней живем. Это чудо. Дипломат, страшный дипломат. Эхо войны в их доме почти не раздается. Только в дни памяти и скорби. Супруги достают с полки старый семейный альбом. Потерявшиеся в лабиринтах времени, они живут в ее памяти. Такие родные, счастливые и всегда молодые. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Таким увидели сегодняшний день корреспонденты программы «Вести Ульяновск». Как будут развиваться события в регионе, расскажем уже завтра. На сегодня у меня все. Я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова